Два человека стали жертвами пожара в Ордынском районе Новосибирской области. Частный деревянный дом в деревне Антонова вспыхнул под утро субботы. Через пять минут после вызова к месту подъехали расчеты МЧС, но строение уже полностью охватил огонь. Очевидцы поздно заметили неладное, но людей спасти было невозможно. Больше трех часов шло тушение, пламя стремительно распространялось по горючим конструкциям жилого здания и сараев. Воду пришлось подвозить из водонапорной башни, которая находилась в полутора километрах. Погибли 70-летняя пенсионерка и ее сын. СК организовал доследственную проверку. К другим темам в Зайльцовском суде Новосибирска взяли под стражу двоих сотрудников патрульно-постовой службы. Судя по сообщению на сайте инстанции, рассмотрение ходатайства следователя прошло в субботу. До конца декабря полицейских отправили в СИЗО по обвинению в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Комментариев от официальных представителей СК и МВД пока нет. Само постановление еще не вступило в законную силу и его могут попытаться обжаловать. Продолжаем программу. Принудительное лечение без согласия пациентов. Руководители и сотрудники скандально известного реабилитационного центра «Национальный проект» сегодня предстали перед областным судом. Фигурантам придется ответить по закону за крайне жесткие методы терапии, применяемые к постояльцам заведения. На скамье подсудимых оказались директор реабилитационного центра Сергей Абашев и трое его бывших подчиненных. Мужчинам предъявили серьезное обвинение похищения людей, совершенное организованной группой. Хотя на первый взгляд занимались они вроде как благим делом, помогали пациентам избавляться от наркотической, алкогольной и игровой зависимостей. Правда, коттедж на улице Адмиральской, где проводилось лечение, куда больше напоминал тюрьму. Двери с массивными замками, цепи на окнах и сторожевые собаки по периметру. Постояльцы же находились на положении узников. Согласно материалам дела, все общение с родственниками проходило только под контролем персонала. Попытка самовольного ухода из псевдолечебницы приравнивалась к побегу со всеми вытекающими. При попытке побега из центра вся группа, то есть все пациенты подвергались наказаниям в виде лишения возможности воспользоваться туалетом. Летом прошлого года процесс реабилитации прервали силовики. ОМОН взял коттедж штурмом. На тот момент в мрачном заведении, по версии следствия, насильно удерживали 25 человек. Клиентов, за которых исправно платили, компаньоны якобы старались не отпускать под предлогом незаконченной терапии. Между тем, попав в руки правоохранителей, Абашев настаивал на том, что занимался полезной деятельностью. Приезжали сами родственники всегда, приходили сотрудники полиции, обследовали все помещения. Решеток на окнах у нас нет, ничего нет. То есть ключи находятся в комнате, все знали, где они находились. Если бы захотели так сильно уйти, взяли бы и ушли. В ходе следствия глава центра так и не признал вину. Тем не менее, неделю назад его перевели из СИЗО под домашний арест. Сегодня подсудимые должны были выслушать обвинительное заключение в суде. Однако на первое заседание не явился защитник одного из фигурантов. В результате процесс отложили. В Новосибирске поймали заключенного, который сбежал из колонии поселения. Три дня Алексей Алексеев числился в розыске. Он самовольно покинул охраняемую территорию при ИК номер 8. Отсутствие сидельца обнаружили в ходе плановой поверки. Известно, что мужчина отбывал наказание за грабеж и разбой. Со своими подельниками он проник в чужой дом и, угрожая хозяину оружием, вынес ценности. В колонии поселения, куда суд определил Алексеева, надсмотрщиков по сути нет. Контингент носит гражданскую одежду и свободно передвигается. Подробности поимки преступника ГУФСИН пока не распространяет. К слову, в июле с этого же режимного объекта уже сбегали заключенные. Только через два месяца их удалось найти в Тюменской области. Разыскивают в Новосибирске и подозреваемого в грабеже. У подъезда дома на улице Гребенщикова, это в Калининском районе города, неизвестный набросился на женщину и силой отобрал у нее сумку. Преступление попало в объектив камеры домофона. На вид злоумышленнику 30 лет славянской внешности среднего роста. Был одет в зеленую куртку, светлые брюки и шапку темного цвета с белыми вставками. Серьезный срок грозит 23-летней жительнице Новосибирска, которую поймали на сооружении закладок у железнодорожной станции. Транспортные полицейские не только уличили задержанное в сбыте запрещенных веществ, но и выяснили, такую подработку ей предложил неизвестный через популярную соцсеть ВКонтакте. Молодая женщина не отказалась, приобрела крупную партию синтетики, распасовала на разовые дозы и приступила к продажам. У фигурантки изъяли несколько десятков свертков с Н-метилофедроном и координаты тайников, куда она успела положить наркотики. Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время она находится в следственном изоляторе. За незаконный сбыт наркотических средств законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. И в продолжении темы оперативный отдел управления исполнения наказаний вычислил среди посетителей колонии женщину-нарушителя. Как выяснилось, на длительном свидании с осужденным она собиралась передать ему крупную партию наркотиков, которые спрятала в своем желудке. Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя жительница республики Тыва, ранее не привлекавшаяся к уголовной ответственности. Задержанная намеревалась передать наркотики супругу, пронеся их в колонию внутриполосным способом. Женщину в срочном порядке доставили в больницу, где медики вывели из ее организма 25 капсул. По заключению экспертно-криминалистического центра ГУМВД это был гашиш общим весом 75 граммов. Возбуждено уголовное дело. Заботливую супругу отправили в СИЗО на время разбирательства. Грозит ей до 20 лет лишения свободы. И последнее. Они годами не платят своим детям. Судебные приставы провели очередной рейд по злостным алименщикам. Вместе с исполнителями в гости к нерадивым родителям отправилась и наша съемочная группа. Работать сотрудники межрайонного отдела по взысканию алиментов начали еще затемно. Утром больше шансов застать голожников дома. Но по первому адресу приставов ждала неудача. Дверь никто не открыл. Сергей Сергеевич! Послам соседей в квартире живет мать алименщика. А сам он якобы здесь не появляется. Мужчину, который задолжал своим детям почти полмиллиона, люди в погонах вновь объявили в розыск и отправились дальше. Судебные приставы к соседям. Откройте, пожалуйста. Семья Тихачевых должна своему ребенку 850 тысяч рублей родительских прав на старшего сына, пьющих мужчину и женщину, лишили. Он был у бабушки. Получается, она двоюродная бабушка. На каникулах на зимних. Но она за время каникул отдала в приют. Сожалеете, что так произошло, что ребенок не с вами? Ну, конечно. Дома лучше ребенку. Искать в доме имущество, которое можно реализовать в счет накопившегося долга, приставам приходится в кромешной тьме. С большим трудом в неосвещенной комнате исполнители находят старенький телевизор и простенький планшет. Буквально на ощупь составляют акт об изъятии и забирают технику с собой. Мы их привлекали несколько раз к административной ответственности. На последний раз мы их привлекли к уголовной ответственности. После этого Мария у нас устроилась на работу швеей, но также долг у нее не погашается практически. А Дмитрий у нас устроился подсобным рабочим. Другая должница неофициально трудится мастером по наращиванию ресниц. Доходы скрывает. С виду ухоженная дама встречает приставов на пороге своей трехкомнатной квартиры. Муж Екатерины умер в одиночку с тяжелой жизненной ситуацией. Вдова не справилась. Сыновей у нее в итоге забрали. Один сейчас живет в детском доме, второй с опекуном. Опекун подала на алименты. Должник алименты не оплачивает в полном объеме. После привлечения к административной, к уголовной ответственности должник производит оплаты частично по 2-3 тысячи. Соответственно, проверяем имущественное положение должников. Если есть имущество, подлежащее аресту, мы изымаем. И вырученные денежные средства направляем взыскателям. Долг Екатерины составляет больше 420 тысяч рублей. Приставы решают забрать у женщины телевизор, несмотря на ее активное сопротивление. Я хотела дам привезти. Я прошу вас. Мы не можем оставлять вам. У вас долг большой, но вы понимаете сами. Я прошу вас. Если в течение 10 дней должница не предпримет мер, технику пустят с молотка. Специалисты говорят, подобные рейды мера действенная. После визита судебных приставов, многие алиментщики, годами не перечислявшие своим детям ни копейки, начинают, наконец, платить по счетам. Например, повар гриль-бара, о котором мы рассказывали на прошлой неделе. Когда исполнители нагрянули к нему на работу, тут же возместил бывшей жене треть долга. На этом пока все. В студии работала Мария Никитина. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин